Украинский коронавирус поломник. У меня есть... Я не знаю, как прикасаться... И как прикасаться... И как прикасаться... Вот этому... Иплому, который мне учили. Потому что я всегда была за дружбу Кристианам и Мастер-Музынам В Украине и во всем мире. У меня есть... Обращение... У меня есть предложение... Которое меня просили члены общества Украины и Чеченской Дружбы здесь огласить. Мы будем просить, в принципе, на беде генерального прокурора Отвободить Кенина с занимаемой должности. Это первое требование. Второе требование... Просить обменять Курмакаева, Кирилл, который является не кириллом, а переговорщиком Рамзана Кадырова. Я еле на специальном базе в 2017 году Узнавала информацию об Украине. Значит, нужно немедленно просить и требовать, чтобы поменяли Курмакаева, Великогорщика Рамзана Кадырова на Тимура. Поддержим, братья! Давайте поддержим! Я очень радуюсь! Я очень радуюсь! Я очень радуюсь! Котло пошло! Котло пошло! Котло пошло! Я, Катерина Розова, я очень радуюсь! Котло пошло! С болота пришла! Продажная тварь! Януковские... Детушки! Вверх вот подвездущие в законе! Это логично! И вам дичьи! Вверх вот еще врачи внимание! Продожения, которые здесь устраиваются! Ага! Альба! 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 Альфа! 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 Убратьте душа! Убратьте душа! Убратьте душу! Я все равно оборотов, чтобы здесь такие небольшие права. Значит, еще раз повторяю. Готовьтесь, готовьтесь. Я надеюсь. Готовьтесь. Сейчас будет весело. Мы еще раз повторяем. Ребята, общество украинское... Вам крачев будете. Женкам крачев на борту. А вы с телефонами от вас много говорите? И я очень надеюсь, что Димов будет жив. Но, что его поломали, это понятно. Что он там пытает, это понятно. И как туда это провести. КРАСНО! КРАСНО! Играет музыка Все, не рвите его, не рвите, оставьте Все, все провосило Все провосило, все провосило Вот их бандитов приводят Я знаю Вы с хлопцами, вы понимаете, кого вы сейчас защищаете? Это не Россия, это наши бандиты За кого взагали вы зараз стоите? Поделись, что вы еру Чуешь, давай своим команду, блядь, чтобы не защищало их Во-первых, давай pega Уважайте, наけれど, убери Жад你要 Воскресенье Воскресенье Знаков сегодня их совсем мало Специально сюда поставили, чтобы их тут разорвали Воскресенье Воскресенье Нее Так чё ты делаешь? Доброе, одно запитание для вас Чому вы не захотите войти в генпрокуратуру? На каких предстах Вы захищаете генпрокуратуру, житель Мы пришли задать вопрос Куда вы пройдете? Вы как себя ведете? Сколько вам лет? Вы людей пьете, вы людей травите. Сколько вам лет? И головой подумайте. Дайте ему сказать. Что сказать? Он хочет что-то сказать, а не пройди. Вы такой же человек, как и мы. Такой же человек, как и мы. Двери вам отстатки. Так хай открыли дверь. Так хай открыли, что мы должны их ломать, чтобы потрапить до коммунальной установки, до державной установки. Так хай открыли дверь. Слушай, в 14-м мы правильно их ломали. Правильно. И сейчас будем ломать. Ему сказали, он делает. Да нет, нужно, чтобы он пошел. Не пускайте его! Баньба! 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 Банба! Баньба! Баняба! Баньба! Их Date не проблема. Проблема другая. А ни хера он не такой. А те, что Россия висходит, а хай выставляет. Хай, наоборот, бачит, что мы до этого спокойно не ставим. Слушай, у них тоже проблема. У них тоже проблема. У всех проблема. Бо они нас ломают за милу душу. Бо они нас ломают. 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 Луцензка! Юра Продажна Шкура! Сейчас народ говорит о том, что нам доводится открывать дверь Генеральную прокуратуру Потому что не посадили кермерс Потому что был на поле мусвардик Потому что все прокуроры працевали российские корпорации Потому что не дают Россию мирных граждан Я напоминаю еще раз, что Генеральный прокурат Украины Занекционовал выдачу мирной людини, которая воювала против России, Сирии Не в складе Єгипа, в складе Докторского подразделения Я думаю, что Юра все Ну, с кого есть нужно было начать Они все все, я думаю Небагато в них часу осталось Вот это было оставленным в карьере Юрия Витальевича И бежьте, не маку Луценко! Виценко! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Так, газ такой, сука, невкусный Вот так вот выглядит генеральная прокуратура Добавил DimaTorzok Ну, из того, чтобы открыть двери, они пустили газ Ну, я думаю, это все Я думаю, тут нема больше про что говорить И водомет Да, супер И льют воду Вы бачите, да? Да, то правда Добавил DimaTorzok Вот так Я думаю, все кадры сегодня обойдут Мировые телеканалы Добавил DimaTorzok Ну, что, кто хочет кинуть камень Генпрокуратуру Давайте все сюда, на Киев Боу Клоп, сюда пока не видно, не кидраюся, клоп Накидайте пока не видно Накидайте, не кидайте Непогано, да? Все это выглядит Накидайте Накидуй их Ну, туман войны Ну Артимоказ летите пролетище Нет, прокачьте Нет, прокачьте Нет, прокачьте Нет, прокачьте Лозенько Побудь бы я бузу Не провокуй людей Яки ставляют на лиття Виде я в чоловейки поговорил С ними с людьми Яки привели депутатогазм Распишите про те За шо Игорь Кузьмин, директор А.Семкин Директор А.Семкин Директор А.Семкин Директор А.Семкин Директор А.Семкин Да, да. Ты как вообще? Все нормально, нормально. Пришел стекло бити, да? Ну, наконец! Позбавили незайменности. Всю прокуратуру, дырочку пробили у векна. О, димка, який. Да, да, да. Кто казал, что пули не пробиваемо скло? Пробиваем еще и... У Луцика, а тут? Что, он все будет прикрывать? Винский кабинет чистый. На всех. Да они уже довели до греха. Подпалить двери! Да, ну... Дуже шкода, звичайно, Тимура. Але эти покидки реально помилились. Что ты думаешь про это? Кажи. Пока не знаю. Пока в тебе голова целая. Расскажи сейчас. Ура! Газ пошел. Все такая забава, такая, гра дитячая. В генпрокуратуре зачинены двери. Обережную за артову бьете чудо-катерами. Через них пускают газ. Такий собий диалог. kasидан с людьми. Слава Украине. Во важно! Героям славу! Слава Украине. Героям славу! Ужyou говоря что, п習ли извеки, будем호� 다녀? Водомет. Такой слабкий. Да-да-да, від раковины шланг. Там брудна вода, дивись. Яка гидота, блядь, яка поспитка. Фотографи, помогите! Держись, блядь, поднимать нельзя. Я обрежу. Аккуратней с машинами. Чего? Подарок по двери, поеду. Фотография, машина гадрия марта 2014 року. Прогай роботу. Блин, цей-то цирк. Фотография, машина гадрия марта 2014 року. Хористов, майористов, майористов... Мы, по-другому, нам интереснее. Ну, вправда, не літо, але все одно... Какой сгидот? Водой? Уважайте увагу, що учені поліціянтів дуже небагато. Просто нема. Просто нема. Та там пишуться, що пишуться бить! До гола треба поїхати, там порозбивати все награплено. А де хладний трос? А де хладний трос? А де хладний трос? Не, ось так ось. Друзья, на витрі просто накидати по гробах. До нас. Воно не перегреться. Воно перегреться снаружи, короте. В люках є жерплитель ваш. Привіт. Привіт. У мене на рюкзакі все ділення закриті? Треба відкрити? Ні, 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 наоборот закрити. Нормально все. Поливаю. Привіт. 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 Що це не робить? Привіт. Привіт. Що шина, аdo всей בע spur. Так все добре. На ту спці Also та Ms Milye. Да. Гебали в двери, чтобы Луценко вошел. Что это такое делается? Слушай, они двери открывают только ФСБ. Если бы у тебя была корочка, ты бы зашла. Они нас боятся. Вы понимаете? Ничья. Вы же в той кофточке. Они меня боятся. Не, ну тебя вообще боятся сильно. Просто в шоке. Забить его, да? Цвяхами. Бетон он тут, видишь? Бетон. Да, да, в баджи он там гуляет. Окуляр, он на тему ручку шифруется. Да, говорит. Четыре, четверо. Раз, четверо. Сука, это цирк. Как это еще назвать, скажите? Палкой, палкой. Да, это абсолютный, полный пиздец, я это подтверждаю, нет других слов, просто нет. Генпрокуратура Украины, вроде, должен быть генпрокуратура. Сверху открываются двери, векна, там бранзбой, сверху сейчас будет вода, причем брудная. Это когда-то так делали в КМД, когда Беркут приехал. С бокового кидая С бокового кидая Немного кидая Отдайте раздать Стой! 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 Наверное, с батареи сливают Наверное Да Музыка 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 Эээ, несущая Фарюка Музыка Музыка Возритель Музыка Музыка Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok 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 И Влада подала им такой урок, что нияк инакше с ней работать не может. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хлопцы серьезные, в Широкино мы с ними видели, там есть мои друзья. Смотри, что делает подставку. Хлопцы, переходьте сюда, вас нужно поспорять! Хлопцы! 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 Хлопцы, почему вы сюда приходите в город, на свадьбе? Для чего вам это подлежит? Вы идете защищать офиск окупанта, офиск юриду Центра, который сдал нашего союзника, российской федерации. Хлопцы, кого вы защищаете? Вы не поднимите подняться в свободу, вы висушите этого юриду. Вы не поднимите зарплату. Задумайтеся! Да, это так. Я думаю, что каждая нормальная людина, которая это смотрит, понимает, что это даже мало для этой влады, что никакого хулиганства тут нет, что это абсолютно адекватный, нормальный чувство людей, чтобы двери вынести тараном и в окна всем порозбивать, чтобы они хоть понимали, как люди ставятся к них лично. Ну а те, кто это делал, конечно, судить их нужно очень жестко, очень жестко. Потому что они не понимают иначе. И те, кто за ними прийдет, не будут понимать иначе. Важно по закону военного станка. Да, случайно. Без амнистий, без ничего, без помягчения. Я думаю, что они на это уже не работали. Амнистий уже на степень загрались, за что им все равно, что на мавиатринский ствол. Это покрышка. Так гарно, что это произошло. Скажите. Спасибо и боюсь за это. Я не думал, что это будет хоть немного показано в свете, хоть у нас часть нормальных людей. Не все же мы бьем, не все рабы. Правильно, правильно. Ничего. Нема тут порушения порядка. Мы помогаем законные свои права. Да, да, да. Престать нас рахувати за битло. А кто там битло сидит в этих кабинетах? Дождь. Так, я отхожу по телефону. Я уже два телефона загубил на Грушевского. Красава. А, они типа помогают потушить в огонь тою брудной водой. Да. Спасибо тебе. Короче, на. Давай еди на пугови, что куда? Да. Да. Ну, бабой тут сидит ноги. Ну, так вот давай еди на пугови. Короче. Давай еди на пугови. Это нацики. Да. Как всегда. Нацики перед беркутной. В целом, это не Баркутин, не знаю, что это третий полк особого призначения, но их привели очень мало, я думаю, с таким рассмотрением, чтобы их порвали, все успокоились, их реально не убой сюда привели, потому что если бы людей было больше, то кто знает, чем это закончилось для них. Ну и сейчас они стоят, немного нацик. И флаг, прапор руководителя. Больше подлости на войне, чем отдать врагу, в обороте, союзника, ну, нет в принципе. Я надеюсь, что это видит хоть кто-то из хлопцев, моих друзей, или тех, кого я не знаю, кто сейчас на передовой, или на ротации. Просто чтобы вы знали, что тут люди не сплять и понимают, что мы делаем общую вещь, и кто-то в окопе, кто-то тут, но боремся за одно и то же самое. И мы вас не кинем, и будем за вас стоять. Так же, как вы стоите там под обстрелами за Украину. Фронт на самом деле единый. Тут против врагов, которые немного опаснее, чем Сипарьо. Там против россиян, которые стреляют по нашим в тот момент, когда мы по ним стреляем. Генпрокуратура – это один из таких основных рассадников зла в этой стране. Потому что генпрокуратура является наблюдательным органом, наблюдательным инстанцией, которая смотрит за тем, что все в Украине происходило за законом. В Украине полная беззаконность сегодня. В этом очень большая доля вины этой генпрокуратуры. Попасна, вы с нами. Мое любое городское целое. На секунду, что для працанников первых, которые власть в нашу протест, сегодня... ...сегодня... ...вибачте, что редко у вас бывают. Тут справа слишком много сейчас. Потому что мы не победим, если мы здесь не победим, в Киеве. Это говорит Оксана Карчинская, человек, которую я неделю видел в військовом шпитале, которую мы видели в Широкино, человек, который очень много делает для фронта, как медик, как организатор медицинской службы, и ее военные боятся, на самом деле. Это огонь протесту, протесту против зрады. Честно говоря, до ее человека, самого Карчинского, я ставлюсь неоднозначно, але Оксана справжний герой. Она справжний волонтер из большой литры и жинка воин. И обратите внимание, так же, как было в Майдане, так же, как было в протесту на Грушевского всю зиму. Сейчас ни одна блядская посадовая особа из этой блядской установки сюда не вышла до людей и не сказала ничего. Они снова посылают сюда опричников в шоломах и этих несчастных бойцов национальной гвардии. Они просто вывели их на бой, будь, что будет. Побьют их, ну и ладно. Подлюка, конечно. Абсолютно окончено. Слово, они за свои машины очень боятся. Ты же помнишь, тот случай, когда тот из Одессы парень приехал, что пошкодил три или четыре машины, или семь машин в зиму. Мы же были у него на суде с хитрым. То как они его не наводили? Потому что им извинение в коррупции, они до одного месяца, они сами знают, что они коррупционеры. Но за свои машины они стоят горою. Да ты что? Это же свои. Это же свои. Корченская просит подойти до микрофона. Кого из представителей куда? Потому что Тимура, которого вы видели, он был бойцем батальона имени Шейха Мансура, который входит в УДА сегодня. И в Широкино они стояли вместе с удашниками. Я нагадую, для всех, кто может получиться. Сегодня мы протестировали то, что Юрий Гитальевич Луценко официально отрицает в УСБ. Вот такой же он был бы неофициально. Потому что его сын работал в российском комиссии на Украине. Сейчас это уже официально. Что мы можем? Убитый Мина Куриеву. Убитый Тимур Маккалу. Хотел выбирать дамам Смайева, и мы видели, что так же убивались, как намагались выбирать гражданин, группы ДНР и т.д. Есть международный российский терроризм, который выбирает всех людей, которые мы говорим в большинстве. Мы же украинская сторона пятницы в ЧП, где есть мужчина, которая воевала против российских и российских осадов в Сирии. Украинская сторона пятницы в ЧП, где есть мужчина, который выбирает гражданин, группы ДНР и т.д. Мы выбирали гражданин, группы ДНР и т.д. Мы выбирали гражданин, группы ДНР и т.д. Украинская сторона пятницы в ЧП, где есть мужчина, который выбирает гражданин, группы ДНР и т.д. Мы выбирали гражданин, группы ДНР и т.д. Окупальники зами борются. Мы этого не будем терпеть. Слава Украину! Прошло! Слава! Сейчас, что, значит, не хочется надпошить в твоем представительстве, або удах! Скажи еще свое слово, потому что... Украинские войска в батальоне Я надеюсь, вы слышите то, что говорит один в микрофонах. Я надеюсь, вы батальон ОГУН на 1-3-е во время метроризованного противника. Ганцета с турканом Жоломцентом даёт кому-то гарантирую. Кому и что может гарантирую? Это конченый приход. Кому он даёт гарантирую? Кому мы вступим? Это криволиный шалп, который пришел на кровь и материалов. Вы посмотрите, что они делают. Как вы не рады удаёте, кто часто не надо видеться на нас? Какую гарантирую сейчас можно пить? Кому вы верите? Это прихливо творение. Никого не искупайте. Не будет никаких гарантий. Гарантия для мнорканностей, добровольцев и воинов Украины – это тюрьмовый центр. Только это может быть гарантией, что мы сегодня, в мнорканах, будем жить в мнорканах своей страны. Дякую. Музыра! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такую маску я отримал, памятаю, 10 вечера на Майдане в 13-м році, 10 грудня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И период начался. Эта осень и эта зима будет очень непростою для нас, но и для Влады они будут очень злою, я сподіваюсь. Босев терпеть уже нет. И желания терпеть больше нет. Мы дали им кардбланш, мы долго ждали, чтобы они начали поводиться, ну, принаймні, как люди. Хай там не как керівники справжні, ну, просто как украинцы. Ні, ничего подобного. Вони крадут у нас крайня, те, что у нас остается. Вони бьют и убивают тех, кто не задоволен, и они выдают патриотов врагу. Что еще плохого можно про них сказать? Я не знаю, жоден матюк не сможет так передать те, чим вони є насправді. Абсолютно кончені тварі. У меня была фотка на Майдане с тем самым Юрием Луценко. Мы там тиснули один на одному руку. Мне тогда казалось, что он изменяет человека. Но она не значит, что он не глупый человек. Вон разумный, обачливый. Но, как бы сейчас я его побачил, то руку я бы ему взломал, я бы ему тогда тисну. Это как минимум. Я не знаю, что он был на паре старинами. Конечно, не мы этого хотели. Не мы оголосили эту войну. Не мы выдали единую войну ФСБ. Потому что, если мы выйдем в нашу союзную бантику фронту, банки же подобаются, но эти люди еще не подобаются. Если мы выдаем их ФСБ-шкинам, то, значит, ФСБ-шкинам наши друзья. Знаете, так же, где-то, что осталось с Донецками, Лугансками, что они сделали банки. Кончені тварі. А вот это, напевно, третий пол. Ну, Беркоп. Это белый, вы его не разобьете. Я думаю, что это... Супер. Супер. Помнятый, что говорится, проводится проводить кровь. Тем не менее, есть важнейшие речи любого 공оля. Не кидайте, кто покидал. Бо мне таков. Чтоб, что у него пришел, судил нашени старательный на эту фасаду, чтоб он любил подправить союзную БСБ. Мы не сдали фронт, и мы не сдали Киев, но не сдали Киев без бешников. Это была последняя часть, которую вы до России, потому что далее мы выдадим ее КП. Слава Украине! Нет, мы не будем его выдавать, мы сами его должны судить. Пропори Свободы, я не знаю, все познакомились. Сейчас, мабуть, у нас есть ТАР, и сегодня раз горячее будет. Нет, Свободы, вон там есть пара прапористов, а этих нет нацикеров, национальных дружин нет. Потому что не страшно, не страшно, если кем-прокурор стоит загроза национальной безопасности всей государственной страны. Если кем-прокурор должен защищаться солдатами одними против других, в той части, в которой он не работает. Да, вон, дивись, зникли, зверните внимание, зникли прапори национальных дружин, и появились космонавты. Паралельный процесс. Да, я понимаю. Мы должны быть против Казаха. И мы должны готовиться до покарания врагов украинской нации, украинского народа уже завтра. Позавчора був оприлюднений перелік перших учасників народного трибуналу, який повинен судить всех этих людей. Головою присяжника народного трибуналу є Степан Илькович Кмар. Головним судею зараз, едином поки що судею, є Виктор Шишкин. Это судья конституционного суду в Украине на дистанции. Уже йдем на пір присяжників, на пір свящих, на пір прокурорів, які будуть оголошувати вироти, які будуть спиратити високу базу для того, щоб після того, як у країнской нации нарешті прийде воплати, нарешті, бо після Майдана цього не сталося, щоб був здійснений суд, і ці всі матеріали доносію, і щоб вони знову не були спиратчені, щоб знову злочинці в рядах пеших, які були, і інші злочинці, які струбили найближчі злочини проти основ державності нашої України, щоб були полка, а ніхто не жастливий Петро Порошенко. Добро, друзі, в мене закінчується заряд телефону. Дякую за те, що були поруч. Якщо є досвід, ставайте слідчими.